Здравствуйте. Прошу прощения за небольшое постание. Готовились. Начинаем по традиции с графика главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова. На 5 декабря в Москве запланированы переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Филиппины, который 4-6 декабря будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить состояние перспективы развития российско-филиппинских связей с акцентом на активизацию политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-экономической, научной, военной, военно-технической и гуманитарной областях. Имеется в виду затронуть вопросы укрепления взаимодействия в реагировании на современные вызовы угрозы, включая международный терроризм, незаконный оборот наркотиков. Будут также рассмотрены и проведены обмен мнениями по актуальным темам региональной и глобальной повестки дня с прицелом на уплотнение взаимной координации в рамках организации объединенных наций и других международных организаций и многосторонних структур. 5 декабря в особняке Министерства иностранных дел на Спиридоновке состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством иностранных дел России и компании «Транснефть». Соглашение подпишут глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров и президент указанной компании Николай Токарев. Министерство уже имеет соглашение о взаимодействии с целым рядом российских деловых ассоциаций, компаний. Вы знаете, мы не только информируем, но и приглашаем вас на эти мероприятия. В том числе речь идет о компаниях в топливно-энергетической сфере, включая «Союз нефтегазопромышленников» компании «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть». Мы рассматриваем их как важную часть комплексной работы Министерства иностранных дел по продвижению национальных внешнеэкономических интересов и содействию отечественному бизнесу в реализации крупномасштабных проектов, нацеленных на зарубежные рынки. 5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в торжественном вечере, который будет посвящен 15-летию Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел России. Сегодня эта организация объединяет более 300 сотрудников Министерства. Возраст молодого дипломата от 22 до 35 лет. Эта структура, эта организация динамично развивается, она представляет собой уже такое сообщество активных и целеустремленных молодых профессионалов. Основными направлениями деятельности Совета молодых дипломатов является постоянное совершенствование профессиональных навыков, укрепление корпоративного духа в лучших традициях отечественной дипломатии, общение с ветеранами Министерства и, конечно, зарубежные связи с аналогичными структурами за рубежом. Одной из наиболее заметных инициатив Совета является создание и продвижение формата сетевого взаимодействия форумов молодых дипломатов, которые являются уникальными площадками неформального общения представителей внешнеполитических ведомств различных стран мира. И можно сказать, что в рамках этих форумов, в рамках этого взаимодействия молодые дипломаты имеют возможность также и отточить свое профессиональное мастерство. Это дополнительная диалоговая площадка. 6 декабря состоится встреча Сергея Лаврова с генеральным секретарем Совета Европы, господином Ягландом, в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию. В ходе переговоров планируется обсудить широкий круг вопросов части России в многопрофильной деятельности Совета Европы. Будет рассмотрена проблематика задействования инструментов Совета Европы в создании единого правового и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. Также планируется продолжить диалог с генеральным секретарем по актуальным проблемам европейской повестки дня. 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с группой участников международной конференции «Лицемерие против дипломатии», организуемой Советом по внешнеоборонной политике при поддержке Высшей школы экономики и Центра либеральных стратегий из Софии. Министерство иностранных дел приветствует активную, вовлеченность широкой общественности, в осмысление мировых процессов. Мы наращиваем диалог с научными, экспертными, политологическими кругами России и зарубежных государств в интересах поиска оптимальных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности. Будем и далее поддерживать начинание общественной дипломатии, направленной на укрепление доверия, взаимопонимание на международной арене. В ходе дискуссии министр поделится своими оценками ситуации в мире, расскажет о приоритетных направлениях внешнеполитического курса России, наших подходах по некоторым ключевым вопросам глобальной и региональной повестке дня, ответит на возможные вопросы. 8-9 декабря глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров планирует принять участие в 23-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое состоится, как вы знаете, в Гамбурге. Мы рассматриваем СМИТ, в первую очередь, как площадку для взаимоуважительного диалога на высоком политическом уровне по объединительным темам сотрудничества и ключевым угрозам безопасности на пространстве деятельности этой организации. Рассчитываем также на откровенный разговор о путях повышения эффективности ОБСЕ. Конечно, не хотелось бы, чтобы встреча превратилась в заложницу конъюнктурных политических запросов. К сожалению, именно так и случалось в последние годы. Как вы помните, тогда полемика вокруг украинского кризиса ставила под удар практически все треки работы организации. Предстоящий СМИ должен придать импульс усилиям ОБСЕ по противодействию общим вызовам, прежде всего терроризму. Активно работаем над содержательным насыщением готовящихся антитеррористических документов этого формата, не имею в виду Совета министров иностранных дел. В условиях растущей мировой наркоугрозы весьма актуальной темой для министров станет обсуждение возможностей ОБСЕ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ожидаем также предметную дискуссию о мерах доверия в киберпространстве. Готовы обсудить возможный вклад ОБСЕ в преодоление охватившего европейские страны миграционного кризиса. Считаем важным продвижение на площадке ОБСЕ тематики интеграции-интеграции, гармонизации интеграционных процессов на западе и востоке Евразии. Надеемся на принятие соответствующего документа. В ходе министерской встречи планируется провести обзор хода урегулирования региональных конфликтов в зоне ответственности ОБСЕ. Мы намерены подтвердить важность вклада ОБСЕ в разрешение кризиса на востоке Украины через участие в контактной группе и деятельность спецмониторинговой миссии данной организации. Министр рассмотрит также вопросы урегулирования в Приднестровье, на Горном Карабахе, ход женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. К предстоящему заседанию Совета министров прорабатываются более 20 проектов итоговых документов. Рассчитываем на поддержку российских проектов решений, касающихся плюрализма, свободы средств массовой информации, а также недопустимости дискриминации в спорте. Планируется также, что на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге у министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова будет достаточно насыщенный график двусторонних встреч, о которых мы вас дополнительно информируем. 12-13 декабря состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Республику Сербия. В Белграде он будет принят президентом этого государства, председателем правительства и проведет переговоры с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Сербии. Глава российского МИДа обсудит в Белграде весь спектр вопросов двусторонних отношений между нашими странами, совместные шаги на перспективу в контексте дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран. Имеется в виду также провести обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня, а также узловым проблемам, которые касаются ситуации на Балканах. С учетом председательства Сербии в ЧЕС во втором полугодии текущего года, 13 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел этой организации. В ходе заседания планируется рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью ЧЕС. Планируется подвести итоги полугодового сербского председательства в этой организации, обсудить подготовку к 25-летию в 2017 году и вопросы повышения эффективности деятельности организации в развитии взаимовыгодного сотрудничества между странами при Черноморье. Теперь переходим к актуальной международной повестке. Начнем с Сирии. Сирийская армия постепенно берет под контроль восточные кварталы Алеппо. От террористов освобождены районы Ханана, Сухар, Хайдария и Шейх Ходер на северо-востоке города. Всего удалось выбить незаконные вооруженные формирования из 14 жилых массива восточного Алеппо. Воспользовавшись беспорядочным отступлением деморализованных боевиков из районов, которые удерживались вооруженными группировками, в том числе террористами Джабхат-Фхат-Аш-Ша, бывшая Нусра, вышли более 8,5 тысяч мирных жителей, из них около 4 тысяч детей. Население, которое устало от гнета боевиков, их поборов, насилие продолжает устраивать на подконтрольных джихадистам территориях акции неповиновения, несмотря на смертельный риск, который им угрожает. Так, в ходе попытки стихийного прорыва толпы в контролируемой правительством Сирии кварталы Алеппо 26 ноября террористы застрелили 4-х человек, еще 15 получили ранения. Мы отмечаем очередной успех сирийских властей в поисках путей прекращения вооруженного противостояния. В Дамасской области в соответствии с достигнутыми договоренностями боевикам было позволено покинуть блокированный анклав Хан-Аш-Ших в западной Гуте к юго-западу от Дамаска. По условиям соглашения порядка 2 тысяч вооруженных лиц и членов их семей на 29 автобусах вывозятся в провинцию Идлиб. Готовится договоренность о мирном урегулировании ситуации в городе Аттель, где предполагается создать комитет из 200 человек, который займется местным управлением и поддержанием правопорядка. В его состав войдут в том числе и бывшие члены незаконных вооруженных формирований, сложившие оружие и прошедшие процедуру амнистии. При этом непримиримом, так называемом, будет предоставлена возможность эвакуироваться в другие районы. Сирийские власти уже разблокировали дорогу Дамаск, отель, по которой планируется наладить снабжение города продуктами, питанием и медикаментами. Парадокс в том, что чем очевиднее становятся позитивные подвижки в развитии ситуации в Сирии, тем громче звучат доходящие практически уже до истерики обвинения абсолютно безосновательные некоторых западных политиков и официальных лиц в адрес Москвы и Дамаска, а также их призывы к введению очередных ограничительных мер против России и Сирии. Конечно, нам очевидно, что некоторые испытывают глубокое разочарование, как принято говорить, по поводу провала этих своих геополитических планов на Ближнем Востоке, пытаются сорвать зло вот в той форме, в которой они это делают, напрямую, либо через средства массовой информации. Вы зря стараетесь, потому что так распорядилась история, которая всегда выбирает созидание, а не разрушение, гармонию, а не хаос. В чем наша вина? Наша вина лишь в том, что мы на правильной стороне истории. О гуманитарной ситуации в Сирии. Разделяем озабоченности тяжелой гуманитарной ситуации в этой стране. В этой связи российская сторона делает максимум возможного, чтобы направляемые по линии Организации Объединенных Наций гуманитарные грузы доходили до нуждающихся, а соответствующие гуманитарные планы Организации Объединенных Наций реализовывались на практике. Вместе с тем мы отмечаем, что в последнее время нарастает тенденция к политизации в вопросах гуманитарной помощи. Это проявляется и при формировании списков мест, куда она направляется. Так, в осажденной игиловцами Дейр-Зор, где в Благате остается 200 тысяч человек, попадает лишь 1% грузов от общего объема ООНовского содействия. Я подчеркну, лишь 1% грузов от общего объема. Большая часть гуманитарной помощи идет в районы подконтрольные боевика, включая террористов, террористов из Нусры, которые используют ее в своих интересах. Не имею в виду, используют эту помощь. Мы не собираемся измерять на весах меру человеческих страданий. Хотели лишь обратить внимание на общее бедственное положение сирийского населения, прежде всего, миллионов временно перемещенных лиц на удушающий эффект односторонних санкций, введенных странами Запада, которые, помимо прочего, разрушили сирийскую фармацевтическую промышленность, например, и тем самым оставили больных без необходимых средств, без столь необходимых в этот момент медикаментов. Российские военные с риском для жизни доставляют сирийские населенные пункты, в том числе в прифронтовой полосе, продукты питания, воду, лекарства. Знаем о потребностях сирийцев, которые оказались в зоне боевых действий. И знаем не по фейковым телесюжетам, видеороликам неких пресловутых белых касок, а знаем, потому что там работают наши военные. С таких позиций подходим к гуманитарной ситуации в Восточном Алеппо. Нами неоднократно были организованы продолжительные гуманитарные паузы с целью доставки помощи мирному населению, которая оказалась фактически в заложниках у террористов в этой части города, о чем мы регулярно говорим. Все это, конечно, необходимо в том числе и для эвакуации больных, раненых. Всякий раз, однако, террористы, с одной стороны, и отдельные, ну, можно так их назвать, нерасторопные ООНовские чиновники, с другой стороны, срывали эти акции, потому что, очевидно, для них понятая на Западе такая волна, политическая волна обвинений в адрес сирийского правительства России в гуманитарной катастрофе, так называемой гуманитарной катастрофе, которая якобы была сотворена руками Москвы и Дамаска в Алеппо, оказалась важнее, судя по, тысяч сирийцев. Конечно, мы практически ежедневно говорим о катастрофической гуманитарной ситуации в Алеппо и во многих других точках Сирии, но мы также говорим и делаем это с фактами на руках о том, что предпринимается Россией для того, чтобы хоть как-то облегчить страдания мирного населения. Боевики же используют передышки для перегруппировки и получения очередных партий оружия и боеприпасов. Нельзя принять логику и тех, кто пытается ставить нас на одну доску с оставшимися в Восточном Алеппо террористами или представить дело так, будто мы являемся стороной внутреннего конфликта в Сирии. Хотел бы напомнить, что группировка российских ВКС находится на территории Сирии законно по просьбе правительства Сирии и действует в полной координации с властями этой страны, решая задачи их поддержки в противостоянии терроризму. Во внутренние дела Сирии, в отличие от многих других, Россия не вмешивается. Подтверждаем готовность продолжить самым тесным образом взаимодействовать с международными гуманитарными агентствами в интересах оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению в Сирии, включая содействие достижению необходимых пониманий между ними и правительством Сирии, как это, собственно говоря, и предусмотрено международным правом. Твердо исходим при этом из того, что гуманитарные вопросы не должны становиться инструментом политического давления или тем более элементом заигрывания с террористами и их прикрытия. Я уже упомянула о фейковых роликах, лжевидео, свидетельствах. Хотела бы остановиться на этом факте отдельно. Не комментировали в прошлый раз, потому что хотели разобраться, понять, что это за видео, с чем это связано. Наверное, многие из вас видели этот ролик «Белых касок». Действительно подтверждается худшее опасение о том, что это действительно постановочное видео и все больше оборотов набирает скандал вокруг этой видеозаписи, фейковой видеозаписи на тему так называемой геройской деятельности, так называемых «белых касок». Вы видели, что видеозапись выполнена в духе такого популярного флэш-моба с соответствующим хэштегом. На кадрах видны такие ряженые спасатели, которые склонились над псевдо-пострадавшим сирийцем. Оператор передвигает камеру, показывает мизансцену. Спустя несколько мгновений актеры по сигналу режиссера отмирают, и мнимый раненый начинает истошно кричать. В интернете полная версия этого ролика доступна. Она демонстрирует приготовление так называемых спасателей и жертвы к записи видеосюжета. Оправдать и «Белые каски», и сам ролик поспешили сотрудники телеканала BBC. Они заявили, что сделанный в модном стиле ролик стал результатом проделок их рядовых сотрудников, которые хотели воссоздать ужасы сирийской действительности и донести их до всего мира. Воссоздавать ужасы сирийской действительности телеканалу BBC или другим творческим объединениям не надо. Вы можете просто туда приехать и работать. Вот наши корреспонденты, которых вы все время обвиняете в пропаганде, там действительно работают. Им не надо воссоздавать ужасы сирийской действительности. Совершенно непонятно, зачем все это было сделано. Это, как ни печально, сирийская трагедия, мы видим действительно свидетельство того, как на этой сирийской трагедии, как на этой трагедии миллионов людей собираются дешевые, по большому счету, кровавые дивиденды. Я хочу обратить внимание, что «Белые каски» номинированы в этом году на Нобелевскую премию мира. Эти люди утверждают, что спасают тысячи жизней, а сами делают постановочные ролики и даже не стесняются выкладывать свое творчество в интернет. Что это? Глупость, ежедневная их рутина, какие-то нездоровые амбиции. Сколько еще таких инсценировок было сделано, сколько из них было выдано за реальные видеоролики и реальные доказательства? К сожалению, мы об этом вряд ли узнаем. Это видео говорит не только о неэтичности и о странном поведении авторов. Я бы сказала, что это видео можно считать образцом того, как «Белые каски» могут легко и непринужденно имитировать трагедию. Ну и, конечно, по этому мастерству постановки, мне кажется, можно смело номинировать их, но не на Нобелевскую премию, а на Оскар. Теперь переходим к ситуации в Йемене. Обстановка в этой стране продолжает оставаться крайне напряженной, демонстрируя отчетливую негативную динамику. В результате продолжающегося второй год вооруженного конфликта, который уже унес, по данным Организации объединенных наций, более 10 тысяч человеческих жизней, ситуация в этой стране близка к гуманитарной катастрофе. Большая часть объектов инфраструктуры разрушена, население находится на пороге голода, массовых эпидемий. Все попытки международных посредников добиться от противоборствующих сторон возобновления переговоров пока терпят неудачу. Достигнутое недавно в Маскате при посредничестве спецпоследника генсекретаря ОН по Йемену и госсекретаря США Джона Керри перемирие оказалось абсолютно нежизнеспособным, вы об этом знаете. На этом фоне из САНа поступает информация о формировании контролирующими северную часть Йемена и столицу государства САНу, представителями хусидского движения «Ансар Алла» и сторонниками бывшего президента Йеменской республики Салиха правительства национального спасения. На этот неожиданный для многих шаг власти в САНе, по их заявлениям, вынудило пойти тяжелейшее положение, которое переживает Йемен вследствие военной операции, которую проводит в этой стране так называемая арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а также необходимость наведения порядка и консолидация внутренних сил перед лицом внешней агрессии. Это была цитата. «Призываем противоборствующие стороны незамедлительно прекратить насилие и отказаться от логики войны. Последовательно выступаем за необходимость возобновления межьеменского диалога, нацеленного на достижение устойчивого и всеобъемлющего политического урегулирования йеменского кризиса на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. В то же время хотели бы предостеречь всех участников йеменского конфликта от односторонних шагов, которые едва ли будут способствовать поиску необходимых компромиссов и скорейшему возобновлению политического процесса. Теперь переходим к другой теме. Хотела бы сказать несколько слов о борьбе с пиратством у берегов Африканского рога. Продолжаем отслеживать ситуацию у берегов Сомали и принимать непосредственное участие в международных усилиях по противодействию морскому пиратству в данном районе. Несмотря на то, что активность пиратских группировок снизила за последние годы до минимума, отмечаем сохраняющуюся опасность возобновления нападений на коммерческие суда в северо-западной части Индийского океана. Ввиду того, что инфраструктура и базы не были ликвидированы, возможное сокращение военно-морского присутствия стран-участниц антипиратской операции у побережья Африканского рога скорее всего приведет к осложнению обстановки. Так, в октябре-ноябре у побережья Сомали были зафиксированы три пиратские атаки на иностранные торговые суда. Специалисты в мире широко разделяют наши опасения в этой связи. В то же время ожидаемое завершение натовской военно-морской операции «Океанский щит» не повлечет за собой сворачивание антипиратских усилий вообще. В данной акватории активно действуют корабли ВМС, независимых участников, речь идет о России, Китае, Индии, Республике Кореи, Японии и других. Продолжаются аналогичные операции Евросоюза «Аталанта», действия 151-го соединения ВМФ США и их союзников. Руководство Североатлантического альянса заявило, что в случае обострения ситуации у берегов Сомали, в указанный регион будут переброшены необходимые силы из Средиземного моря, где в настоящий момент осуществляется другая силовая операция НАТО – «Морской страж». Видимо, в этом районе НАТО видит угрозу более серьезную, чем сомалийские пираты. В свою очередь ВМФ России продолжит в исполнении поручения президента Российской Федерации в соответствии с резолюцией 23.16 от 9 ноября Совета безопасности он принимать непосредственное участие в патрулировании акватории Аденского залива и проводке конвоев, коммерческих судов, в том числе иностранных, на безвозмездной основе. Тема близкая. По имеющимся данным, 29 ноября предположительно было захвачено греческое судно «Сароник-Бриз» под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту. Оно находилось ранее на рейде в территориальных водах Бенина. В прояснении ситуации участвует посольство России в Бенине, которое поддерживает все необходимые контакты с властями этого государства и другие российские компетентные ведомства. До настоящего момента Бенинская сторона не подтвердила факт вооруженного захвата судна пиратами или морскими грабителями. Мы, безусловно, продолжим не просто следить за ситуацией, а держать ее на контроле. Весьма обеспокоены тем, что на фоне сложных социально-экономических и политических проблем на Западе Африки наблюдается рост разбойных нападений на морские суда и на странных государств в Бенинском заливе с целью грабежа, захвата заложников и получения выкупа. Только в 2015 году совершено свыше 50 нападений, в результате которых пострадали граждане многих стран. В 2016 году эта негативная тенденция продолжилась. Только за первое полугодие текущего года в ходе вооруженных атак на торговые суда было захвачено в заложники трое входивших в их экипаж россиян. Позднее все были благополучно освобождены. В этой связи Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует российским морякам при найме на работу учитывать существующие в районе Гвинейского залива риски. Нас попросили прокомментировать заявление председателя правительства Черногории. Мы обратили внимание на это заявление, на заявление нового председателя правительства Черногории, господина Марковича. Он был утвержден парламентом в этой должности 28 ноября. Речь идет о заявлении о необходимости преодолеть элементы непонимания в отношениях с историческим союзником России. Учитывая, что региональные средства массовой информации просили прокомментировать, я это делаю. Наша страна открыта для конструктивного диалога со всеми странами, в том числе и с Черногорией. Хотелось бы надеяться, что российско-черногорские отношения, не по нашей вине переживающие сейчас сложные времена, будут строиться на взаимном уважении и доверии. Ожидаемо от подгорицы проявление сбалансированного подхода, практических шагов по устранению предпосылок для дальнейшего накопления негатива в двусторонних отношениях. Несколько дней назад прошла новость, которая стала очень заметной, к сожалению, со знаком минус. Речь идет о запрете на въезд в Латвию российскому религиозному деятелю, господину Кураеву, расцениваю включение протодиака на РПЦ в черный список как очередную недружинную акцию латвийских властей и откровенный произвол их местных спецслужб. Как известно, он номеровался принять участие в дискуссии «Поговорим о душе». Она была запланирована в библиотеке имени Задорнова. По абсолютно нейтральной, неполитической тематике планировалось философское обсуждение вопросов человеческой духовности. Что можно сказать? Расширяем запретительные, рестриктивные меры а теперь уже и на религиозных деятелей в своей погоне или в желании, может быть, опередить даже идеологов российской изоляции латвийская сторона уже переходит, конечно, на все границы разумного. Мне кажется, это уже все напоминает фарс. Конечно, мы констатируем, что это очередной русофобский жест. Он идет в разрез декларируемому официальной Ригой стремлению к улучшению информационного фона наших отношений, посторонних связей в целом. Конечно, это вообще не отвечает никаким обязательствам этого государства, международным обязательствам по свободе слова, убеждений и так далее. У меня только один вопрос. Вот исходя из того, что делает Латвия, это так все напоминает с точки зрения идеологии, так напоминает Советский Союз, о чем тогда вы ходили, если вы у себя воссоздаете все то, от чего в свое время бежали, просто один к одному. Также попросили нас прокомментировать несколько средств массовой информации, в частности, телеканал «Дождь» и многие другие ситуации в связи с решением Норвегии о выдаче Соединенных Штатам Америки российского гражданина господина Вартаняна. 29 ноября в Норвегии принято окончательное решение о выдаче в США гражданина России по запросу американских правоохранительных органов. Таким образом, норвежская сторона не приняла во внимание наши неоднократные призывы проявить непредвзятый, объективный подход. Мы много раз разъясняли, что данное дело – это элемент, ведущийся американскими спецслужбами по всему миру, охоты за российскими гражданами. Эта охота не имеет ничего общего с подлинными интересами правосудия и представляет собой абсолютное игнорирование норм международного права. Россия давала подробные оценки ситуации с точки зрения европейских и глобальных конвенций о правах и свободах человека. Тем не менее, наши аргументы не были приняты во внимание. Данное решение является явно политизированным, оно не отвечает общепризнанным критериям правосудия, справедливости. Мы воспринимаем его как еще один случай проявления пренебрежения мнением и озабоченностями российской страны и, безусловно, правами российских граждан. Это будет учитываться в дальнейшем выстраивании отношений с Норвегией. Я не могу не остановиться на высказывании министра обороны Великобритании. Как вы знаете, он посоветовал избранному президенту Соединенных Штатов Америки Домбельду Трампу не общаться с Россией на равных. Именно этого Британия ожидает по словам ее министра обороны от новой американской администрации. С этими смелыми заявлениями выступил Майкл Феллон. Процитирую. «Следует различать предвыборную риторику и то, что делается на практике. На практике каждая американская администрация всегда находилась в противостоянии с Россией. Мы не говорим, что не следует вести с Россией диалог, но с ней не следует обращаться так, как обычно, как с равным партнером. По словам этого смелого человека, Британия не боится остаться в изоляции, продолжая курс на противостояние с Россией. Министр добавил, что недавнее решение о размещении 150 британских военнослужащих в Польше было частью плана противостоять попытке протестировать НАТО. «Мы должны показать», сказал Майкл Феллон, «что НАТО оборонительный альянс, и он готов защищать своих уязвимых членов, в частности, на восточном фланге и в частности страны Балтии и Польши». Я теперь знаю, как я буду называть Польшу и страны Балтии. Это уязвимые члены НАТО. Майкл Феллон, спасибо вам за это. Вы во многом облегчили мне жизнь, потому что я никак не могла найти нужное слово. Все, четыре страны это уязвимые члены НАТО. Давайте теперь разбираться по отдельности. Вообще совершенно непонятно, почему официальные лица западных государств считают возможным вмешиваться во внутренние дела уже не уязвимых членов НАТО, а вполне себе нормальных членов НАТО, таких как Соединенные Штаты Америки. Во-первых, посмотрите, какое количество заявлений было сделано до выборов американского президента. Президент Франции, официальные лица Германии прямо поддерживали одного кандидата и не то, что позволяли себе неуместные оценки в адрес другого кандидата, а просто делали все для того, чтобы его буквально унизить. Причем делали это не из политических соображений, а просто по-человечески, опускаясь до такой базарной какой-то брани. С какой стати? Почему? Почему так происходит? Ведь речь идет о внутренних делах совершенно нормального, неуязвимого члена Североатлантического альянса. Вы его тоже хотите защищать? Я имею в виду Вашингтон. Следующий момент. Не обращаться с Россией на равных. Майкл Феллон. Многие пробовали, ни у кого не получилось. Не стоит втягивать Великобританию в очередной эксперимент, который точно не удастся. Следующий момент. Очень мне понравилось. Британия не боится остаться в изоляции. Мы вам можем дать пару дельных советов. Обращайтесь. Что все это такое и с чем все это как это нужно воспринимать? Ну, конечно, это формирование образа врага. Конечно, это очередная попытка, очередная попытка, во многом провальная, потому что так это делать нельзя, если даже хочется сформировать русофобское настроение у себя в государстве. Я даже не буду на эту тему много говорить. Я просто хотела бы привести цитату из очень, на мой взгляд, интересной книги. Речь идет о книге Ханнеса Хофбауэра, это австрийский автор. Книга, кстати говоря, так и называется «Россия. Образ врага. История одной демонизации». Это такой ретроспективный взгляд на исторические процессы, которые имели место в различных частях света, в частности, конечно, в Западной Европе. И сравнительный анализ того, как это делалось раньше, как это делалось сейчас, я имею в виду создание такого виртуального врага, формирование образа агрессивной России и так далее. Из этой книги я хотела бы процитировать следующее. «Вместо разрушения образа врага наблюдается его размножение. Умеренные голоса предупреждают о ползучем распространении Третьей мировой войны. Что касается отношения Запада к России, то наблюдаются дальнейшие признаки конфронтации». Это буквально несколько строчек. Книга действительно интересная, это авторский взгляд, не претендует на какую-то официальную точку зрения, но во многом то, о чем мы говорим, действительно можно охарактеризовать как многолетнее, а может быть даже и многовековое создание, формирование образа вот этого врага на примере России. И, кстати говоря, я посмотрела информацию относительно этой книги, ее презентация состоится завтра, 1 декабря в Эрмитаже в 18.00. К сожалению, я не смогу пообщаться ни с автором, но, возможно, у кого-то будет такой шанс. Но для того, чтобы уравновесить вот эту часть и сказать, что, конечно, не везде поревалирует такая точка зрения, хотя к силы на это кидаются огромные, я хотела бы привести в пример другое мнение. Я обратила внимание на опубликованное в издании Chronicle публикацию с высказыванием бывшего посла США в СССР Джека Мэтлока как раз касалось российско-американских отношений. Вот, на мой взгляд, наиболее интересным было его заявление, по крайней мере, процитированное авторами, о том, что США первыми нарушили международное право, вторгнувшись в Югославию без резолюции Организации Объединенных Наций. Это когда нам все время, кстати говоря, господин Феллон тоже говорил о том, что Россия агрессивна, враг, и нужно вот этих вот уязвимых защищать, потому что Россия нарушает международное право. Так вот, в такой заочной полемике, хотя она абсолютно не прямая, но эти материалы можно сопоставить, Мэтлок говорит о том, что тут не Россия нарушила международное право, а не Соединенные Штаты, когда создали прецедент, который потом их преследовал. Это цитата. Он также отметил, что все обвинения в адрес России в нарушении международного права ничто по сравнению со вторжением американцев в Ирак. Как вы на это смотрите, господин Феллон? Что касается Украины, то по мнению, опять же, специалиста из Соединенных Штатов, это действительно дипломат, много лет проработавший в этом качестве, то по его мнению, по мнению Джека Мэтлока, США ввязались не в свою драку, тем самым значительно осложнив ситуацию. Также отмечают, что происходящие в этой стране процессы никогда не входили в повестку для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Американское руководство на протяжении нескольких столетий не интересовал вопрос, входит ли Украина в состав России или в состав какой-то другой страны. Это к вопросу о том, что теперь эта тема на протяжении некого времени стала приоритетной, и Соединенные Штаты все время говорили о том, что это чуть ли не угроза их национальной безопасности. Что касается напряженности в отношениях между Россией и США, то Джек Мэтлок отметил, что тот джин, который упрятали в бутылку в 1991 году, сейчас вновь начинает расти. И в интересах обеих стран избегать конфликта, которые могут привести к ядерной войне и уничтожению не только двух стран, но и всего человечества. Наши взаимные интересы, отмечает бывший дипломат, должны включать в себя вопросы здравоохранения, климата и борьбы с терроризмом. Ну, вот это к вопросу о том, какие существуют мнения. И я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Да, пожалуйста, не Россия сегодня. Кристина Владимировна, Родригес, Сырья Новости. Если позвольте, Мария Владимировна, у меня два вопроса. Первый вопрос. Я бы хотела вас попросить прокомментировать слова президента Турции Эрдогана о том, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента Сирии Башра Асета. И второй вопрос, если позволите, хотелось бы узнать ваше мнение относительно планов Украины 1-2 декабря провести ракетные стрельбы в районе Крыма. Спасибо. Я хотела бы сказать насчет первого вопроса, что мы исходим в контексте урегулирования сирийского кризиса и в контексте двусторонних отношений с Турцией из тех договоренностей, которые у нас есть и которые были достигнуты на официальном уровне. И непосредственно с руководством Турции и исходя из тех договоренностей и соглашений, которые у нас имеются. Речь идет об официальных документах, об официальных договоренностях. Именно это для нас является основополагающим в контексте сирийского урегулирования и двусторонних отношений с Инкарой. Что касается Сирии, то, да, я также хотела бы отметить, что, как я поняла, вчера изучали вопрос, потому что было действительно много вопросов, эта цитата наделала много шума, безусловно, можно понять почему. Мы пытались понять, было ли это сказано так, как это было процитировано средством массовой информации. Я, насколько поняла, это не прямая цитата, это было сказано не под запись, это так или иначе сказано в пересказе. Поэтому мы исходим из того, что опираемся на те заявления, которые неоднократно делались Анкарой, в частности, руководителем Турции, публично и которые легли в основу тех договоренностей, в которых Турция участвует. Я хотела напомнить, что это в том числе и документы не только двусторонней договоренности, не только переговоры, которые у нас проходили с Турцией, но это в том числе документы МГПС, в которые входит Турция, и в рамках этих документов, в рамках этих соглашений, договоренностей нет никаких сомнений в том, что решение сирийского конфликта, кроме как мирным путем, никакого другого способа не имеет. Военного пути решения сирийской ситуации нет. Об этом говорят не только документы МГПС, об этом говорят резолюции Совета Безопасности, обязательные для исполнения всеми странами. И, конечно, хотел бы сказать о том, что мы полностью привержены нашей позиции, которую мы не только занимаем, но и отстаиваем по поводу сирийского регулирования. Эта позиция четко основана на резолюциях Совета Безопасности, опять же, на документах МГПС и двусторонних договоренностях, которые шли в русле упомянутых международно-правовых документов. И еще раз повторю, чтобы уже было четко, окончательно понятно, исходим из имеющихся договоренностей и обязательств государства, а не из цитат, которые, возможно, были либо не так преподнесены, либо вырваны из контекста. Это еще предстоит установить. По поводу так называемых учений с пусками ракет, я хочу вам сказать, что, конечно, это очередная крупномасштабная провокация украинских властей. Нацелена она была на эскалацию конфликта между Украиной и Россией. Эту тему Киев постоянно подогревает, держит на плаву. То, что было на днях, это, конечно, прямая провокация. И ее расчет был в том, чтобы дождаться жесткой реакции со стороны России. Я не исключаю, что дело состояло в том числе и в том, чтобы после победы кандидата на выборах в Соединенных Штатах Америки, после победы Дональда Трампа, было желание у Киева всеми силами попытаться сохранить Соединенные Штаты в качестве своего главного покровителя. Для этого нужны провокации. Это классический прием, к сожалению, для тех стран и для тех политиков, для которых их личные интересы и амбиции стоят над интересами и жизнями людей и граждан их страны. Задача удержания покровительства всемирного для киевских властей – это непростая задача, поскольку вели себя они совершенно по-хамски, в том числе и в отношении кандидатов в президенты Соединенных Штатов, а ныне в отношении избранного президента Дональда Трампа. Вы прекрасно помните, как официальные лица на Украине и, в частности, дипломатические представители этой страны за рубежом позволяли себе прямые оскорбления, то есть не точку зрения, не политические оценки, а прямые оскорбления в адрес того человека, который был избран американским народом. Вы прекрасно помните, как они пытались убрать, затереть, зачистить свои аккаунты, удалить записи из социальных сетей, с сайтов, сказать о том, что были неправы, поспешили. Это, конечно, отдельная была история. Вопрос еще в том, как можно доверять управлению страной тем людям, которые не могут отвечать даже за свои записи в социальных сетях. Ну, конечно, можно вспомнить все оскорбительные выпады в адрес кандидата со стороны украинских властей, но список будет длинный. Ну, кроме того, именно Украина в самый неподходящий момент сильно осложнила работу предвыборного штаба Дональда Трампа, а именно в самый неподходящий момент, так сказать, слив информацию о том, что глава штаба Пол Манафорт якобы получал деньги от украинских олигархов. Вы тоже помните всю эту замечательную историю, замечательную в кавычках. И вот эта попытка сыграть в жертву со стороны украинских властей, это уже отработанный, причем приносящий хорошие дивиденды номер. Он работал многие годы. Почему бы его не повторить сейчас? Очень похоже на то, что это была провокация для того, чтобы именно в очередной раз изобразить из себя жертву, которую должны пожалеть теперь уже новые люди, новый эстеблишмент, новый официоз. И тем самым, в общем-то, продлить, пролонгировать это покровительство, в том числе в лице Соединенных Штатов Америки. Ну и, конечно, новый виток осложнений ситуации, конфликтной ситуации. Нужен Киеву для того, чтобы просто напасту отвлечь внимание от усугубляющегося политического, экономического, социального кризиса в этой стране. Поэтому я хотела бы обратить ваше внимание на комментарии, который был сделан вчера по линии Росавиации. Мне кажется, он говорит сам за себя. Надо на него ориентироваться с точки зрения практики дня. – Да, пожалуйста. – Японская телекомпания «ТВ Асахи». Мария Владимировна, 3 декабря Сергей Лавров встретится с японским министром иностранных дел Фунио Кисида. Скажите, пожалуйста, какие вопросы планируется обсуждаться и со стороны МИД на что рассчитывают, на какие договоренности, консенсы по результатам этой встречи? – Мы кратко анонсировали, уже говорили, в предварительном плане, какие вопросы будут обсуждаться. Безусловно, двусторонние отношения в контексте контактов на различных уровнях, в том числе в высшем, в высоком уровне. Безусловно, будет обсуждаться международная повестка дня. Конечно, региональная ситуация также будет затрагиваться. Я хотела бы обратить ваше внимание, что ближе к переговорам, наверное, может быть, сегодня или завтра, мы опубликуем достаточно разнорозный материал на тему предстоящих переговоров, и там будет всё детально указано. И ещё какой-то был вопрос? Нет? – На какие договоренности рассчитывают? – В этом материале всё будет указано. – Да. Пожалуйста. – Анна Усанова, информационное агентство «Москва-Баку». Мария Владимировна, вот в последние недели состоялся ряд визитов высоких лиц из Азербайджана в Москву. Первая леди Азербайджана открыла выставку в Третьяковской галерее. Глава управления «Мусульман» Кавказа также приняла участие в праздновании юбилея патриарха. И наоборот, недавно на этой неделе министр образования посетила Баку. Вот как Вы считаете, о чём свидетельствуют эти визиты, о каком уровне российско-азербайджанских отношений? – Ну, я думаю, что не эти визиты свидетельствуют о каком-то уровне. Уровень у нас отношений с Азербайджаном остаётся стабильным. Он заложен был руководителями наших стран, он подкреплён соответствующими документами, он скреплён многолетней дружбой и отношениями между народами наших стран. Я бы сказала, что эти визиты – просто проявление на практике в ежедневной нашей жизни этого высокого уровня отношений. Как Вы правильно отметили, речь шла о мероприятиях культурных, гуманитарных. Это особенно приятно, что в этот непростой для всего мира момент мы проводим интересные и общественно значимые мероприятия, которые укрепляют не только двусторонние отношения, но и в целом сдают соответствующую позитивную повестку, я бы сказала, международным отношениям, можно так сказать. Потому что сейчас, конечно, вот этой позитивной составляющей в международных отношениях точно не хватает. – Да, пожалуйста. – Кольский телеканал «Руда» в комиссии «Центаде». Мария Владимировна, скажите, пожалуйста, Москва, какие действия НАТО считает агрессивными, против которых сенатор Клинцевич заявил, что может направить свои ядерные оружия? – Ну, заявление, там уже, по-моему, было прокомментировано, не по-моему, а точно было прокомментировано администрация президента, которая дала соответствующие разъяснения. Мне даже добавить к этому нечего. Если вообще, в принципе, говорите об агрессивных действиях НАТО, вот вообще мы абстрагируемся от заявлений конкретных политиков, то мы об этом говорим на каждом брифинге, расширение НАТО, разрыв отношений НАТО даже по линии Совета Россия-НАТО, просто блокировка сотрудничества, отсутствие какого-либо диалога на таких важнейших направлениях, как контртеррористическое, как антинаркотическое, как диалог по Афганистану и многие другие. Это агрессивная риторика, это отсутствие желания, стремления, да вообще не то, что желания и стремления, а просто желания отбить какое-либо намерение у других, либо членов, либо других стран взаимодействовать с Россией по тем вопросам, которые представляются взаимовыгодными. Да все что угодно. Вообще, в принципе, то, что делается сейчас Альянсом и отдельными его представителями, которые играют очень большую роль в этой организации в отношении России, это беспрецедентная история того, как блок, созданный, как они заявляют, с оборонительными целями, занимается очень агрессивными действиями. При том, что в мире сейчас существует огромное количество потенциальных возможностей для различных объединений военно-политических, для разрешения кризисных ситуаций. Наоборот, они создают такую ситуацию и такие мировые обстоятельства, которые только усугубляют имеющиеся проблемы. Поэтому никакой конструктивной повестки, честно говоря, от Североатлантического Альянса мы давно не видим в отношении России, хотя сами готовы и не устаем повторять, что открыты к любому диалогу, к взаимодействию с одним только условием, на равноправной основе и в контексте, не в противоречии международному праву. Поэтому он этот кратко о грустном. Информагентство «Вестник Кавказа». Опрос по поводу предстоящего визита премьер-министра Турции. Сейчас, одну секунду. Я просто не хочу, чтобы вы увязывали это с комментариями господина Клинцевича, потому что он уже был прокомментирован. Я просто сказала о том, что как выстраиваются, к сожалению, наши отношения с Альянсом, хотя мы, естественно, нацелены совершенно на иной уровень взаимодействия. Да, пожалуйста. По поводу визита премьер-министра Турции, Бенали, Елдырыму, Москву. Что ждет Москва от этих переговоров, Россия и Турции на высшем уровне? И какая повестка дня будет предложена Елдырыму? Я по поводу этого конкретного визита вам готова буду дополнительно предоставить информацию. Сейчас у меня подробностей нет. Да, пожалуйста. Я знаю, что вы меня спросите. Можно я угадаю? Да? Да. Ну? Да. Да. Значит, относительно проекта новой резолюции Совета безопасности ООН по КНДР. Вы упоминали, что России требуется временно межведомственное согласование, насколько этот процесс завершен. И также, как известно, резолюция планирует существенно ограничить экспорт угля из КНДР. Не считаете ли вы, что это больно ударит по простым жителям Северной Кореи? И как это может отразиться на российской экономике? Спасибо. Что касается работы, то она вплоть до сегодняшнего дня велась, в том числе и в контактах с нашими соответствующими ведомствами. Что касается того, насколько и на кого она нацелена, как вы знаете, наша принципиальная позиция заключается в том, что санкционные резолюции в первую очередь должны отвечать тем целям, которые перед ними ставятся. А именно сделать все возможное для того, чтобы противоречащие международному праву действия того или иного государства не повторялись. Эти резолюции не должны наносить ущерб обывателям, простым жителям, гражданам. Они должны именно предотвращать и быть нацелены на профилактику, нежели на преследование людей, которые, в общем-то, к этой ситуации не имеют никакого отношения. Поэтому это наша принципиальная позиция. Из этого мы исходим. По конкретной работе уже непосредственно в Совбезе, конечно, будут комментировать более подробно наши посредства при Организации Объединенных Наций с учетом графика работы Совбеза. Да, пожалуйста. Роман Косарев, Russia Today. Мария Владимировна, помогите нам, пожалуйста, понять. Вот США признали, что авиаудар по сирийским военным в сентябре был призван ошибкой. Также есть понимание того, что если бы не информация от России, то жертв могло бы быть гораздо больше. Далее мы слышим от Пентагона, что они не планируют координацию с Россией даже после признания своей ошибки в Дейрозор. Какая здесь вообще логика, какие можно сделать выводы из этих фактов? Проблема в этом же проблема, логики нет. Вот это основная проблема, нету логики. Либо она не соответствует тому, что заявляется публично и говорится официально. Именно об этом несоответствии заявлений и поступков, планов озвучиваемых и конкретных шагов, об этом мы и говорим. Поэтому вот опять мы пришли к ситуации. Вспомните, вы можете поднять те же самые брифинги, есть инограммы, доступные на сайте, и посмотреть, как мы комментировали, говорили о том, что дайте срок, нам опять расскажут про очередную ошибку. Вот все, как было сказано, так и случилось. Ошибки есть небольшие, ну, подумаешь, там несколько десятков человек с точки зрения Соединенных Шагов. Есть ошибки покрупнее, которые вообще никто не считал, сколько там людей погибло. Просто сразу признали ошибку и все. Знаете, есть такое, к сожалению, такое выражение, пять минут позора, зато потом делай все, что ты хочешь. Вот, к сожалению, эта концепция сейчас доминирует и доминировала в последние годы в Вашингтоне. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Корейское информационное агентство «Иронхаб». Хотел бы уточнить, сегодня в Советии ООН будут голосовать насчет новой резолюции по Северной Корее из-за ядерных испытаний в сентябре. Хотелось бы узнать, какая позиция у России по этой резолюции, есть ли какие-то поправки и поддержит ли Россия ее? Я только что прокомментировала все, что связано с этой резолюцией, вот только что отвечая на вопрос. Если можно, поточнее, пожалуйста. Поточнее у меня больше ничего нет. Работа ведется. Мы работаем с тем проектом, который 25 ноября был представлен американскими коллегами, распространен в качестве проекта в резолюции. Взяли время для того, чтобы в ходе межведомственного согласования доработать и вообще проработать этот проект. Вот конкретно вам рассказала, как ведется работа. Межведомственное согласование не предполагает его публичного обсуждения, потому что речь идет именно о межведомственной работе. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Агентство САНО мне хотелось именно в контексте Соединенных Штатов на прошлой неделе обещали отправить в северную или в восточную часть Алеппо 100 грузовиков с гуманитарной помощи. Сегодня мы видим, что после освобождения северной части этого района Соединенных Штатов никакой помощи не хотят отправить. А с чем связана эта их позиция? Ну, слава Богу, у них есть свои пресс-службы, достойные, которые вам на этот вопрос, наверное, ответят. У меня информации по грузовикам Соединенных Штатов с гуманитарной помощью нет. Я отчитываюсь о наших грузовиках и о нашей гуманитарной помощи. Вот по ним, пожалуйста, вопросы задавайте. А по американским… Но это грузовики были направлены для других людей, не для населения? Я… что я могу сказать? Я вот только что сказала о том, что логика странная. Очень многие заявления не соответствуют тем действиям, которые предпринимаются на Земле. Сколько нам обещали… сколько, во-первых, говорили о том, что террористы – это плохо, говорили в Вашингтоне, сколько говорили о том, что мы их должны, конечно, разъединить, мы должны отделить плохих от хороших. Это ничего… из этого ничего не сделано. А Вы говорите о грузовиках. Полгода, больше, чем полгода, уже, наверное, скоро будет год, как длится эпопея с отмежеванием умеренных от неумеренных. И воссы ныне там. Уже выборы прошли. Уже даже было дано поручение со стороны Белого дома отловить главарей Нусры и, видимо, уничтожить или там… в общем, локализовать их и каким-то образом заблокировать. А размежевание на Земле все равно так и не происходит. То, о чем мы видим. Слышим заявление сначала о том, что необходимо решать ситуацию в Сирии, и потом слышим заявление о том, что с Россией взаимодействовать не будем. Потом слышим о том, что Россия важный партнер и ключевой игрок в регионе, и только она может решить вопрос так, чтобы он привел… его решение привело к урегулированию капитальному. То есть, понимаете, каждый день каждое, так сказать, ведомство Соединенных Штатов говорит что-то свое, и еще по несколько раз. Ну, что мы можем с этим сделать? – Да, пожалуйста. – Аль-Мадапресс Ирак. Некоторые арабские источники сообщили, что ливийский лидер Хафтар посетил Москву на днях и встретился с господином Магдановым. Какие целые эти визиты? И вообще, собирается российское государство принять какие-то шаги в регулировании ситуации в Ливии? – Вы знаете, мы, конечно, предпринимаем… Во-первых, почему вы ссылаетесь на некие источники, там, региональный пресс. У нас есть министерский сайт, сайт Министерства иностранных дел. Там подробнейшим образом изложены итоги упомянутой вами встречи. Вот я вам сейчас могу сказать. Вчера был опубликован материал о телефонном разговоре спецпредставителя президента Российской Федерации Михаила Богданова, заместителем главы президентского совета, вице-премьером правительства национального согласия Ливии, где подробнейшим образом было рассказано о том, что наша страна предпринимает и как мы видим развитие ситуации. Также, сейчас одну секунду, я хотела бы сказать о том, что был опубликован материал, опять же, вчерашней встречи министра иностранных дел России с командующим Ливийской национальной армией. Тоже подробнейшим образом излагающие наши подходы и оценки к этой ситуации. Ничего не скрываемо, опирайтесь не на региональные источники, а на первоисточник Министерства иностранных дел. Все указано. Спасибо вам большое. Если нет больше вопросов, то с вами до следующей встречи. Прощаюсь.